Всем привет! Сегодня мы с вами снова покопаемся у меня в мусоре, потому что у меня уже накопился вот такой вот просто огромный пакет со всякими продуктами, которые я собираюсь выбрасывать. И так как туда уже ничего не влазит, то давайте приступим, я расскажу вам мнение обо всех этих продуктах, которые там находятся. Первое, что попадается мне под руку, это гель для душа от Fiberlic, райские острова, тайский цветок и медовая манго. Очень мне нравится этот гель для душа, он хорошо пенится и очень-очень просто потрясающе хорошо пахнет. Пахнет именно таким тропическим каким-то запахом, очень-очень приятный аромат, с удовольствием пользовалась. В ближайшее время заказывать не буду, потому что поднадоел уже запашок, поэтому возьму что-нибудь другое. Следующий, это вот такой вот продукт от Ирен и Ирен Букур. Де-макияж, мягкий крем-гель для умывания, живая косметика и так далее и тому подобное. Я для лица не использовала этот продукт, потому что мне он абсолютно для лица не понравился. Я этим гелем, крем-гелем мыла кисти. И вот для мытья кистей он был просто потрясающий, потому что, во-первых, он именно хорошо очищал, а во-вторых, у него были такие некие увлажняющие свойства, поэтому кисти себя очень хорошо чувствовали с ним. Поэтому для мытья кисти, если попадется мне и будет стоить недорого, то я взяла бы еще, потому что даже самые такие жестковатые кисти после него, после этого крем-геля, очень-очень даже неплохо себя вели. Следующее, что у меня закончилось, это мой уход от Marocco Noil. Здесь у меня шампунь и кондиционер. Оба эти средства из линейки Extra Avion. Очень сильно мне понравились эти средства. Вот прям я влюбилась в уход от Marocco Noil. У меня была вся линейка, то есть шампунь, бальзам, маска и масло. Мои волосы, конечно, очень скучают за этими всеми средствами, но я нашла уже более бюджетный аналог. Он, конечно, не настолько шикарен, но тем не менее очень неплох. Поэтому, если вы еще не посмотрели мое видео с покупками, заходите на канал. В последнем видео о покупках я говорю об аналогах. Еще один гель для душа у меня закончился. Это тоже от Berlick. Лимонная Монпассиен. Гель-конфитюр для душа. Этот гель мне понравился немножко меньше, потому что у него более химозный такой аромат. Такой химозного лимона. Если это ваша тема, то тогда 100% берите. Вот он пахнет, как, знаете, эти леденцы лимонные какие-то такие термоядерные, ядреные. Вот он вот так именно и пахнет. Если вам это нравится, 100% заказывайте. Нет, так лучше тогда держаться подальше. Еще у меня закончилась, конечно же, это мицеллярная вода тоже от Faberlic. Эти бутылочки у меня улетают просто практически мало... Что я сегодня разговаривать не могу вообще как-то. Давно уже не снимала видео, и сегодня надо было, наверное, какие-то скороговорки мне повыговаривать перед тем, как садиться. Потому что как-то не вяжется мне ничего. Ну, не суть. Очень много я использую таких вот мицеллярных лосьонов для снятия макияжа. Мне в нем все нравится, за исключением того, что он очень щипет глаза. Вот если бы этого не было, он бы был идеальный. Но так как он щипет, я бы все-таки рекомендовала вместо этого покупать L'Oreal. Мне он нравится намного больше. Или Garnier. В принципе, L'Oreal и Garnier, они очень-очень похожи между собой. Еще тоже закончилась у меня зубная паста. И я ее специально сохранила, потому что это не обычная зубная паста. Это зубная паста Go Smile. Go Smile это в целом марка, которая наценена на отбеливание зубов. И смысл этой зубной пасты заключался в том, что вы каждый день, используя эту пасту, по чуть-чуть, по чуть-чуть отбеливаете зубы. И это не такое отбеливание, как там, я не знаю, там, Аквафрэш, супер, там, белые зубы и так далее и тому подобное. У них есть целая система. Там вот именно есть гель для отбеливания, который добавляется в зубную пасту. И также есть зубная паста. И как бы если вы и то, и то используете вместе, зубы должны стать белее. От геля, который я использовала, у меня через где-то недели три началась очень сильная чувствительность зубов. Я забросила его. От вот этого чувствительности никакой не было. Зубы, ну, вот совсем чуть-чуть стали белее, я бы сказала. Нет какого-то там феноменального эффекта от этой пасты. Поэтому, к сожалению, покупать больше я ее не буду. Также у меня закончился крем под глаза. Это от Фаберлика серии Биокислород. Крем-гель для кожи вокруг глаз. Абсолютно такой типичный, стандартный гель, там, крем под глаза. Увлажняет и больше ничего не делает. Поэтому, если вам нужен бюджетный крем, который вот просто хорошо увлажняет зону под глаза, вы можете вполне его себе приобрести. Вот это вот средство очень мне понравилось. Это средство для волос, для горячей укладки от фирмы Альтерна. Альтерна это очень дорогой бренд вообще для волос. У них там множество линейок. И вот именно вот это называется Perfect Iron Spray. Короче говоря, фишка его заключается в том, что он чем выше температура, тем лучше работает. Вы его наносите на волосы, после этого укладываете. И под действием этой температуры он именно и проявляет свои какие-то положительные свойства. Я действительно заметила результат, потому что волосы намного, намного меньше обламывались. Кончики практически не секлись. То есть я вот могла, я не знаю, по три месяца ходить, не стричься. И при этом волосы у меня действительно в хорошем состоянии. Последний раз я стриглась больше, чем три месяца назад. И вот я абсолютно не вижу посеченных кончиков никаких. Очень мне понравился этот продукт. У меня там, по-моему, еще один такой тоже есть. Стоит очень дорого. Но если вам нужен качественный такой вот, качественная термозащита с таким вот эффектом положительным, очень советую присмотреться. Дальше тоже попадается мне здесь средство от Майкл Тон. Закончилась у меня вот такая вот маска Pumpkin, которая называется. Очень я люблю эту маску. Тоже действительно продукт, который вот реально работает и видно, видно, что он работает. Маску эту можно использовать не чаще, чем один раз в неделю или даже один раз в две недели. Она, ну, не сказать термоядерная. Она, наверное, агрессивная в плане того, что те ингредиенты, которые в ней есть, они, если при частом использовании, конечно, кожу могут раздражать. Я их пользовалась в среднем один раз в две недели, и мне этого эффекта вполне было достаточно, потому что я наносила эту маску, ходила с ней, не помню, сколько с ней там надо ходить, минут 10, по-моему. Да, 5-10 минут с ней нужно походить, после чего ее нужно смыть. Мне эффект очень нравился. Сразу вот все морщинки, вот на лбу, все мимические морщинки, все какие-то здесь вот морщинки, там вот носогубная складка, они все настолько как-то разглаживаются, их практически не видно. И кожа вот реально сияет. Вот просто ты смотришь на себя в зеркало, если до этого ты не понимал, что такое, когда кожа сияет, то вот после этой маски сразу понимаешь, что это значит. Реально очень хороший эффект. Я себе уже повторно заказала эту маску и буду ей с удовольствием дальше пользоваться. Еще тоже заказывала вот такую вот мини-версию. Кстати, у них на сайте можно мини-версии тоже заказывать. Не всех продуктов, но некоторых можно. И вот я заказала себе такую умывалку. Это Skin Defender AHA с AHA-кислотами. Умывалка неплохая, но все-таки, наверное, не мой фаворит. Она абсолютно не мылится. У нее такая кремовая консистенция. И вы этот крем размазываете по лицу. И он как-то исчезает, как будто с-под пальцев. И такое впечатление, что вы что-то просто как масляное у себя по лицу елозите. И вот как-то это не то, наверное, что я искала в умывалке. Ничего негативного она для меня не сделала, но ничего позитивного, мне кажется, тоже. Поэтому и заказывать я ее снова не буду. И еще попался у меня здесь вот такой вот скраб для тела. Это компания Эко Хистерия. Наверное. Да. Адский тай-скраб. Я не знаю, что в нем конкретно адского. Он вообще рассчитан на то, что это как бы антицеллюлитный скраб. Что он такой вот заставляет там всю эту дренажную систему работать хорошо. Лимфу разгоняет. Ну, короче говоря, обещаний много. Но, по сути, он на мне вот как-то абсолютно не работал. Поэтому я его забросила. И через какое-то время он у меня засох. Поэтому я его просто выбрасываю. Практически полная банка здесь еще. Сейчас вот я вам его покажу. Вот. Где-то половинку я, наверное, использовала. И все. Фу. Точно испортился. Потому что запах ужасный просто. Еще закончилась у меня маска для волос от Dr. C. Это была маска с оливой, папайей и зеленым чаем. Маска эта очень неплохая. Не сравнится с Marocanoil. Но действительно очень неплохая. Хорошо увлажняет. После нее волосы послушные, струящиеся, красивые. Повторно, наверное, заказывать не буду. Потому что закажу от Brilil. Маску для волос, мне кажется, она мне должна понравиться не меньше. А то, возможно, и больше даже, чем эта. Бальзам-кондиционер для сухих и жестких волос. Faberlic из серии Bio Arctic. Кондиционер нормальный. Ничего сказать о нем не могу. Обычный такой бюджетный, стандартный кондиционер. Но вот шампунь из этой марки у меня вызывал аллергию на кожу головы. Поэтому я перестала пользоваться и тем, и другим. Сильно какого-то эффекта прям вау от него нет. Просто разглаживает волосы. Легче их потом расчесывать. И как бы все. И последнее, что я вам сегодня покажу, это будет жидкое мыло для рук. От Faberlic. Малина и белый шоколад. Очень мне нравится покупать жидкое мыло именно Faberlic. Потому что стоит оно там недорого. И хватает его так приличного долга. Нравится мне этот запах. Малины и белый шоколад. Очень приятный. Но самое мое любимое, кстати, мыло. У них там, по-моему, черная смородина. И еще одно тоже запах с малиной. Там одно такое темно-фиолетового цвета. А одно такое термоядерно-малинового цвета. Вот это мое самое любимое мыло. А вот это, наверное, на втором месте после него. Ну, а это все. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если вы посчитали, что вам мало, то скоро выйдет вторая часть этого видео. Потому что у меня здесь еще прилично продуктов осталось. Но если я это все сделаю в одном видео, то мы с вами здесь просидим около часа. Поэтому скоро будет тоже второе видео на моем канале. Если вы еще не успели подписаться, обязательно это сделайте. И мы с вами увидимся в следующем моем видео. Пока!